Всем привет, всем бодрости духа, адекватности бытия. Вы на канале Засекречная Хроника и с вами Свидетель Windows. И сейчас я вам расскажу очень необычную и интересную историю. Приятного просмотра. Иногда археологи обнаруживают в горной породе разнообразные удивительные объекты. Молотки, возраст которых насчитывают миллионы лет, живых ящериц, запечатанных в кусках угля, окаменелые механизмы, датированные возрастом миллиарды лет и так далее. Обычно государственные должностные лица либо игнорируют такие находки, как будто они не существуют, либо выдвигают абсурдные теории, правдоподобность которых даже наивные люди верят с трудом. Но в настоящем случае мы сталкиваемся с чем-то гораздо большим, чем простое доказательство существования древней цивилизации. Мы видим метеорит, в который внедрен объект явно искусственного происхождения. 14 мая 2021 года было сделано сенсационное открытие, которое должно было стать главной новостью в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства и во всех средствах массовой информации. Но, по всей видимости, из-за занятости важными срочными делами о нем почему-то не было объявлено. Хотя на самом деле сенсация произошла много лет назад, возможно, даже столетия и тысячелетия назад. В мае 2021 года Дэвид Брайн изучал партию метеоритов из северо-западной Африки, известных под названием НВА-869. Среди обычных железных обломков и характерных каменных фрагментов он обнаружил вот этот невероятный экземпляр с каким-то внеземным технологическим вкраплением. Не веря своим глазам, Дэвид провел спектроскопический анализ минерала и установил, что перед ним не обычный земной камень, а фрагмент космической глыбы, упавшей на Африку в незапамятные времена, который получил обозначение НВА-869. Дэвид Брайн является коллекционером метеоритов и владельцем магазина, занимающегося покупкой этих уникальных образцов породы со всего мира и их последующей продажей другим коллекционерам. Дэвид посвятил этому бизнесу 35 лет своей жизни, а изучением метеоритов занимается с детства. Он также пользуется широкой известностью в своей профессиональной сфере, поддерживает дружественные связи с астронавтами, высокопоставленными сотрудниками Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства и Европейского космического агентства, а также с известными уфологами и теоретиками заговоров, поэтому сомневаться в его честности нет оснований, его репутация является слишком ценным активом. Сложно определить, что представляет из себя данный предмет и каким образом он оказался внутри этого камня, но есть основания полагать, что он может служить доказательством существования какой-то расы, которая путешествовала по Солнечной системе задолго до осуществления человечеством первых космических полетов. Возможно, это были люди, наши далекие предки, или же какая-то более древняя исчезнувшая раса, погибшая в результате катастрофических событий, или была просто уничтожена. Дэвид также не исключает, что этот образец мог иметь астероидное или даже планетарное происхождение. Этот артефакт мог отправиться в космическое пространство вместе с фрагментом взорвавшегося астероида, или даже с частью целой планеты, которая в дальнейшем превратилась в астероидный пояс. Исходя из всех данных, эта планета, по всей вероятности, была населена. Таким образом, это открытие ставит под сомнение разговоры скептиков о том, что мы одиноки во Вселенной. И как вам эта история? Напишите ваш комментарий, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм и на наш ламповый уютный уфо-чат. Всем бодрости духа, всем адекватности бытия. Пока!